Если вы думаете, что выражение «деньги с неба падают» вымышленное, тогда я поспешу развеять данное мнение. В нашем случае деньги из земли растут, причем прекрасно дополняя красоту и уют всего сада. Кстати говоря, это дерево все очень хорошо знают. У многих оно ассоциируется с детством в деревне, у кого-то со стихами знаменитых поэтов, песнями, которые умело остаются в сердце или же с летом, когда плоды этого дерева особенно вкусные. Речь пойдет о благородной вишне. Именно вишня, посаженная определенным образом в нужном месте, принесет богатство и благополучие в ваш дом. А вот куда конкретно и как правильно это сделать, слушайте внимательно, в сегодняшнем видео я расскажу. Посадить данное дерево – несложное дело. Кстати, с ним справятся даже начинающие садоводы. Поэтому, если вам очень хочется посадить вишню в своем саду, но вы наслышаны, что это очень трудный и скучный процесс, то позвольте мне развеять ваши сомнения. Однако, есть некоторые моменты, которые важно будет узнать. Обязательно смотрите это видео до конца, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Экопланта. Сама по себе денежная вишня неприхотливая и требует минимум ухода. При этом она красиво цветет и дарит шикарные ароматы весной. Вишневыми плодами можно порадовать себя и близких. Например, испечь пироги, приготовить вкуснейший компот или добавить как ингредиент к вашим любимым сладким блюдам. Вишня считается символом достатка и плодородия, удачи и счастья. Особенно ее почитают на Востоке, как дающую оберег. У денежной вишни есть очень много почитателей. К примеру, в китайской традиции вишня символизирует надежду, юность, а также женскую красоту и женское начало в природе. Есть миф, что недалеко от Вены находятся развалины старинного замка Раунек. Именно в этих развалинах один рыцарь закопал свое сокровище, которое до сих пор никто не в состоянии поднять, так как на него наложено страшное заклятие. Рыцарь наложил заклятие на свой клад тем, что наверху сторожевой башни посадил в землю вишневую косточку. Сокровище можно получить лишь тогда, когда из этой косточки вырастет вишневое дерево, из которого будет сделана колыбель. Если же маленькое деревце засохнет, его сломает ураган или рука человека, то сокровище нельзя будет поднять до тех пор, пока птицы не принесут вишневую косточку на верхушку башни, и из него не вырастет деревце и не будут выполнены остальные условия. На стенах башни Раунек появился побег вишневого деревца. И еще много воды утечет, пока исполнятся слова рыцаря. Вот такая вот мистическая история. Вообще, у многих народов вишня издавна считалась символом плодородия. Дерево, полное спелых ягод, схоже с выражением «дом, полная чаша». Любящие супруги, счастливые дети и настоящая крепкая семья. В Британии испокон веков существовало поверье, напоминающее нам, как мы гадали на ромашках. Если хочешь узнать, суждено ли вступить в брак и когда это случится, нужно поесть вишни, считать косточки и приговаривать. В этом году, в будущем году, когда-нибудь, никогда. Последняя косточка даст вам ответ. В Швейцарии считалось, что вишня будет обильно плодоносить, если первые плоды съест женщина, которая уже родила первенца. Еще в глубокой древности вишня служила нашим предкам не только источником вкусных и полезных ягод. Славяне издавна чтили дерево и верили, что у вишни есть могущественный покровитель, и это бог Кернис. В его власти было не спасать богатый урожай плодов и злаков, а также овощных культур. Поэтому, чтобы умилостивить Керниса, наши предки по весне украшали цветущие вишневые деревца горящими свечами. Вообще, если мы с вами посмотрим внимательно, то многие деревья и кустарники обладают магической целебной силой. Их почитали люди в древности. Кстати, дорогие садоводы, спешу вам напомнить, что у нас на канале есть полноценное видео про магические деревья. И вы можете посмотреть его по ссылке под этим видео и в правом верхнем углу. Согласитесь, многие из нас соблюдают поверья, которые передали нам родом. К примеру, чтобы получить определенную энергетику или даже получить спокойствие и умиротворение, подходят к деревьям и обнимают их. Слышали такое? Это еще раз подтверждает тот факт, что растения имеют силу. Да и та же самая прогулка по парку или по лесу приносит нам огромное удовлетворение и ясный разум. Что касается вишенного дерева, то вишня в Японии считалась деревом самураев. Это дерево дарило своему хозяину волю, силу и верность. Исходя из всей этой информации, пригласить вишню в свой сад будет отличной идеей. И, конечно, дальше в видео я расскажу вам о разновидностях вишни и также, как правильно ее посадить и где именно посадить, чтобы она приносила доход. Существует несколько видов вишни. Вишня обыкновенная, она же кислая. Птичья, более известная всем, как черешня. И сакура, еще называют вишня мелкопильчатая. Это деревья. А есть еще вишня войлочная и вишня степная, кустарники. Если вы решили посадить это прекрасное денежное дерево у себя в саду, то давайте начнем с трех важных моментов, которые обязательно нужно учесть, чтобы ваша вишня росла здоровой, крепкой и плодовитой. А именно, нужно правильно выбрать здоровый саженец, подготовить место для его посадки и выбрать верный сезон, что немаловажно. Обычно вишневое дерево начинает приносить плоды на четвертый год. Это при условии, если вы посадили саженец. Карликовые разновидности немного раньше. А вот если вы выбрали выращивать из косточки, то придется запастись с немалым терпением, а именно 7 или 10 лет. Ну а каждому будет ближе тот или иной вариант посадки, поэтому мы рассмотрим каждый. Если вам интересно вырастить вишню именно из косточки, то это как вариант можно сделать летом в домашних условиях. Все очень просто, сейчас я расскажу как. Нам понадобится емкость, в нее нужно уложить грунт и аккуратно положив косточку, засыпать ее землей так, чтобы сверху образовался слой толщиной от 2 до 3 сантиметров. Или же можно просто сделать в почве небольшое углубление, положить косточку и присыпать этим же субстратом. Емкость помещаем в прозрачный полиэтиленовый пакетик или же тщательно накрываем им грунт с посадками и отправляем жить на подоконник. Таким образом мы образуем своеобразный мини-парник. Буквально месяц и вы уже будете радоваться росткам. Чтобы денежное дерево выросло устойчивым к погодным условиям, здоровым и радующим глаз, выбирайте саженцы и обращайте внимание на их внешний вид. Кстати, дорогие садоводы, выбор посадочного материала – это очень важно. Поэтому выбирайте только в проверенных местах. Наш питомник Экаплант клиенты ценят за то, что у нас растения напрямую от производителя, всегда уверены в качестве и, конечно же, в цене. В ассортименте у нас более 10 тысяч наименований растений и, конечно же, скидки до 70%. Переходите по ссылке под этим видео и скачивайте прямо сейчас. Продолжим. Когда выбираете саженец, желательно, чтобы ему было не больше двух лет и должно быть мало веточек. На что стоит обратить особое внимание – это корневая система. Она должна быть хорошо развита. Высота саженца должна быть 1,5-2 метра и, соответственно, никаких признаков заболеваний самого растения. Кстати, еще немножко вернусь к нашему питомнику. Когда вы приезжаете к нам на площадку, то у нас за каждым клиентом закрепляется менеджер, который вас всегда проконсультирует по тому или иному растению, а также обязательно по уходу за ним. Красавицу вишню можно посадить весной или осенью, но я вам советую именно второй вариант. Поделюсь секретом, почему осень считается идеальным временем для посадки. Именно в этот золотой сезон маленький саженец вишни находится в состоянии покоя и начинает готовиться к зиме. У него заканчивается рост надземной части, а все свои силы он направляет на укрепление и рост корневой системы. Поэтому именно осенью саженцы хорошо приживаются. Я, кстати, слышала этот лайфхак от многих садоводов опытных, что плодовые деревья лучше всего сажать именно осенью. И, конечно, обращайте внимание на сроки посадки. Если ваш сад находится в северном регионе, то старайтесь посадить до 10-15 сентября. Если в средней полосе до 5-7 октября, и на юге можно сажать до конца ноября. Не советую сажать в слишком ранние сроки, так как вишня может пойти в рост и не пережить зиму. Дорогие садоводы, отметьтесь, кстати, кто из какого региона у нас здесь. Пишите об этом в комментариях, а я вам передаю привет из Москвы. Теперь нам нужно определиться с местом посадки дерева, которое принесет удачу и богатство. А посадка – не хитрое дело. Ведь вишня – это дама, которая очень любит нежиться на солнце. Даже тень – для нее уже начало плохого настроения. А, как говорится, мы, женщины, часто переменчивы в настроении, и важно соблюдать с нами определенные правила. Вернемся к вишне. Также она не переносит близкого залегания грунтовых вод. Они должны находиться не ближе 1,6 метров от поверхности земли, и не должно быть подтопления грунтовыми и талыми водами. К примеру, если ваш участок расположен в низине, то советую сажать вишню на искусственные холмики, у которых высота 70 см и диаметр примерно 1 метр. Вдобавок к этому вишня боится холодного ветра и сквозняков. Поэтому сразу защищаем ее с помощью забора или выбираем место, защищенное от ветра. Таким образом вишня гармонирует в росте и дарит свою положительную энергетику. По поводу почв. Вишни нужны рыхлые, легкие и, конечно, богатые органикой плодородные почвы. Реакция среды должна быть нейтральная или слабо щелочная. PH 7-7,3. Обратите внимание, что нельзя сажать вишню на кислых почвах. Их предварительно нужно нейтрализовать с помощью доломитовой муки, внося ее под перекопку участка из расчета 2 кг на 5 квадратных метров сада. Чем же мы будем заполнять посадочные ямы? Я рекомендую вам использовать не родной грунт, а приготовить почвенную смесь. Очень простая. Верхний плодородный слой, листовая земля, речной песок и компост. В соотношении 1-2-2-1. Ставим кол и на почвенный грунт устанавливаем саженец. Конечно, будет здорово, если вам помогут. Обязательно не стесняйтесь просить помощи у своих любимых и близких. Ну а если вы решили посадить самостоятельно, то, конечно, это будет легко сделать. Пока вы держите саженец, нужно заполнить его корни почвенной смесью и хорошо уплотнить руками почву вокруг корней, чтобы в яме не оставалось пустот. Но не сильно утрамбовывайте. После того, как вы посадили, обязательно следите за тем, где корневая шейка. Она должна быть выше поверхности земли или на уровне с ней, но точно не ниже и не заглублена. Так дерево не будет развиваться. Полейте саженец теплой водой и замульчируйте круги соломой, сухим сеном или же другими эмульчирующими материалами. Как же дальше мы будем ухаживать за вишней, которая приносит деньги в дом? Большинство сортов вишни или частично самоплодные, или не самоплодные. Поэтому я советую вам сажать рядом не менее двух или трех разных сортов для перекрестного опыления. Только обращаю ваше внимание, когда вы выбираете саженцы и берете разные сорта, обязательно читайте про сроки вызревания. То есть, если это ранняя вишня, то вам нужно взять такой же сорт, такой же ранней вишни, для того, чтобы они цвели в одно время. Если же поздняя, то, соответственно, такой же второй поздний сорт. После посадки вишни еще понадобится подкормка. Весной подкармливаем все наши посадки удобрениями с азотом, а дальше азот убираем и вносим только в фосфорно-калийные удобрения. Не забывайте про кальций. Первый раз вносите его в период начала цветения, второй раз во время завязывания плода. Два раза за сезон вишне нужно давать кальций только в чистом виде. Он нужен для образования косточек в плодах. Если кальция не будет хватать, то дерево сбросит все завязи и ягод вишня вам не даст. Кальций можно вносить в разных видах. В первом случае это мелкая размолотая яичная скорлупа. Во втором это раствор хлористого кальция. 8 столовых ложек на 5 литров теплой воды под одно растение после полива чистой водой. И еще есть третий вариант. Это толченый мел. Литровую банку растертого в порошок мела под одно дерево. Часто спрашивают, когда же делать первую обрезку. Она делается спустя 2 года после посадки. Если у вас кустовой сорт вишни, то советую проводить обрезку весной. Удалите все поломанные и растущие внутрь кроны ветви. Если у вас вишня обыкновенная, то формируйте ее как обычное плодовое дерево по схеме, которую вы можете видеть на экране. Я уже говорила вам, чтобы вы заходили в наши каталоги растений, но забыла вам сказать одну важную вещь. Что наша компания занимается не только продажей растений напрямую от производителя, но также мы делаем благоустройство и озеленение строго по ГОСТам. Занимаемся профессиональным освещением и иллюминацией домов и коттеджей. Доставляем саженцы почтой по всей России. Укладываем рулонный газон под ключ. Даем в аренду деревья для мероприятий и профессионально ухаживаем за вашим садом. Со всеми услугами питомника Экоплант вы можете ознакомиться прямо по ссылке под этим видео. И вернемся к вишне. Не забывайте защищать ваше денежное дерево от вредителей. Для начала нужен регулярный и тщательный осмотр вишни от приствольного круга до макушки. Если вы заметили на листьях пятна, паутину и другие признаки поражения дерева, то, конечно, пора действовать. Есть различные биологические и химические средства для защиты. Если поражения незначительные, советую вам использовать именно биологические препараты, чтобы не навредить себе и животным в первую очередь. А вот если ситуация критическая, то в бой идут химические препараты. Но применяйте их строго только после сбора урожая. Как говорится, врага нужно знать в лицо, поэтому слушайте список вредителей. Клещ, пилильщик косточковый, листоед вишневый, вишневая муха и черная вишневая тля. В начале весны по кроне проведите профилактическую обработку вишни 1% бордоской жидкостью. Если вы уже заметили в это время до распускания листьев, что появился клещ или листоед, то вам поможет препарат фуфанон. Поверьте, уже к лету насекомые избавят вас от своего присутствия. А вот в период завязывания плодов используйте только биопрепарат, советую фитоверм. Препарат актелик – это лучшее средство от пилильщика. Чтобы вишневая муха не тревожила благородную вишню, то обязательно весной до распускания почек обработайте дерево раствором одного из препаратов – фуфанон, карате, молния или же искра. Если у вас есть препараты, которыми вы обрабатываете свой плодовый сад, обязательно делитесь им в комментариях. Если вдруг в период созревания ягод появилась моль, используйте для борьбы раствор препарата фитоверм. Через 5 дней мытые ягоды можно смело подавать на стол и употреблять в пищу. Для того, чтобы вишню не поразила тля, нужно изначально бороться с муравьями. Именно они затаскивают этого вредителя на плодовые деревья. Потом они питаются молочком, которое тля выделяет. При сильном поражении тлей после сбора урожая обработайте все растение раствором препарата фуфанон. Конечно же, сад – это огромная работа, и мы стараемся ее облегчить. Ищем полезные советы, знакомим вас с опытными садоводами, рассказываем все для того, чтобы сделать ваш сад более малоуходным и сократить количество работы в нем. Поэтому, конечно же, смотрите наши видео, подписывайтесь на канал, чтобы быть всегда в курсе всех событий, всех видео и участвовать в конкурсах, которые мы здесь постоянно проводим. Издревле считалось, что вишня – это дерево удачи и большого достатка. А чтобы удержать данное богатство, дерево нужно сажать возле калитки или ворот. Самое интересное, что, конечно же, стоимость вишневого дерева, она не ударит по кошельку. А вот если ухаживать будете с любовью, заботой и, конечно же, верить в энергетику растения, то можно получить в несколько раз больше, чем потратили. Ведь мы то, во что мы верим. И это касается не только богатства и достатка в доме, а еще и радости в семье, удачи и неимоверного количества радости и счастья. Я благодарю вас за то, что вы досмотрели это видео до конца. С любовью, Софья и питомник растений Экоплант.